Здравствуйте, меня зовут Лесли Хаффман, я эксперт по яблоням при правительстве провинции Онтарио. В этом видеоролике я покажу, почему интенсивные сады это будущее садоводства. Производители закладывают новые сады по нескольким причинам. Чтобы быть более прибыльными, чтобы перейти на более прибыльные сорта, такие как хани криспи и амброзия, чтобы улучшить качество плодов. В интенсивных садах производительность труда более высока. Есть хорошая возможность механизации благодаря длинным рядам и унифицированным формам деревьев. Интенсивные сады идеально подходят для достижения этих целей. Но величина инвестиций достаточно высока, и некоторые производители жалуются на высокие издержки и требуемый уход. Чтобы понять прибыльность инвестиций в сад, важно понимать ценность небольших урожаев в течение первых пяти лет. Это ключевой вопрос. Плоды, произведенные на ранних стадиях, намного более ценны, чем плоды, произведенные в последующие годы. Если бы кто-то предложил вам 100 долларов сейчас или 100 долларов через год, какой вариант вы бы выбрали? Конечно, вы бы выбрали первые 100 долларов сейчас. Точно так же, если бы ваш сад производил 100 бушелей в этом году или 100 бушелей в следующем, то что бы вы выбрали? И опять, урожай этого года более ценен. Эта базовая концепция в экономике называется ЧДД или чистый дисконтированный доход. Это понятие обратно выплаченным процентам. Вот четыре основных требования для достижения раннего плодоношения и прибыльности новых садов. Во-первых, уплотнение схемы посадки увеличивает урожай в первые годы. Каждое дерево дает несколько яблок, но больше деревьев означает больше яблок. Новые сады предполагают от 1200 до 2400 деревьев на акр. Во-вторых, карликовые подвои увеличивают величину плодов и способствуют скороспелости. Карликовые подвои изменяют процесс роста деревьев. Они сокращают размер деревьев и на них образуется больше плодовых почек. В-третьих, шпалера способствует тому, чтобы дерево производило больше плодовых почек и меньше ростовой древесины. Шпалера экономичнее, чем отдельные столбы для деревьев и она сокращает вращение на ветру. Устанавливайте опору при посадке для получения максимума прибыли. В-четвертых, хорошо увлажненная почва обеспечит сильный рост деревьев. Отлично подойдут капельный полив или мульчирование. Саженец должен достичь верхней проволоки как можно быстрее и заполнить оставшееся плодоносящее пространство. Каждое из этих требований, плотность посадки, подвой, опора и полив обеспечивают преимущество, но для получения максимальных результатов необходима их совокупность. Доказано, что садовые платформы увеличивают производительность труда на 20-75% при обрезке, прореживании и формировке деревьев. Разрабатываются и вводятся новые методы обрезки. Будущая механизация может предполагать использование роботов и систем сбора урожая. Многие садоводы не решаются на посадку интенсивного сада. Большие инвестиции, уже имеющееся оборудование, доступная земля, высокоурожайные существующие сады и высокая стоимость деревьев. Применение всей совокупности требований дает такие преимущества, как высокие урожаи, сокращение трудовых затрат и улучшение качества плодов. Но остается главный вопрос. Готовы ли вы к интенсивной посадке и готовы ли вы делать все правильно? Большинство тех, кто попробовал, уже никогда не вернутся к старой системе. Более подробную информацию о посадке интенсивных яблоневых садов в Онтарио вы можете узнать на сайте.